Экс-король Малайзии развелся СМИ с Москвой, сообщили СМИ. Экс-король Малайзии развелся СМИ с Москвой, сообщили СМИ. 9.38 РИА Новости. Евгения Новоженина, Оксанова и Водина в финале конкурса МИС Москва 2015. РИА Новости. Евгения Новоженина, Оксанова и Водина в финале конкурса МИС Москва 2015. Архивное фото Москва, 17 июля РИА Новости. Бывший король Малайзии Мухаммад. В. Отрекшийся от пристала в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксанной Войводиной, победительницей конкурса «Красоты Мисс Москва-2015», сообщает местная газета New Straits Times со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Кроме того, источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, которое попало в местные социальные сети. Причину расторжения отношения издания не называет, но отмечает, что если верить документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Согласно ему, пара не может вновь вступить в брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается. Официальная информация о разводе бывшего короля Малайзии не поступала. 15 июня, 14.46 мисс Москва впервые показала сына от экс-короля Малайзии. Кроме того, как сообщили газете-источники, королевская семья была обеспокоена постом Воеводины в Instagram, где она заявляла о том, что ее сын будущий король Малайзии. Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммаду Ви и победительницы конкурса Мисс Москва-2015, россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года. Как заявил Рия Новости источник в администрации Королевского дворца Истана Нигара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве. По данным New Straits Times, брак был оформлен 7 июня прошлого года. В январе этого года султан Мухаммад Ви неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Килань-Тан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарх в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояния населения. 12 января – 8 часов отказаться от себя и от ребенка. На что идут ради замужества с королями?